Пущинский музей занял почетное пятое место в десятке лучших музеев природы и экологии России и государств СНГ. Эта приятная новость появилась в мае. На первых четырех позициях расположились Дарвиновский музей в Москве, Музей природы и экологии Республики Беларусь в Минске, Музей природы Урала в Екатеринбурге и Музей природы и экологии в Смоленске. Для нас это тоже немного было, может быть, неожиданностью, хотя мы искренне любим наш музей, конечно, считаем, что он, конечно, уникален. И это заслуга абсолютно каждого, я считаю. И особенно мне хочется поблагодарить и отметить, вообще сказать большое спасибо предыдущим директорам, Струевой Наталье Николаевне и, конечно, Губиной Ольге Николаевне, которая практически взрастила его, то есть она называет его до сих пор «Это мое детище, мой ребенок». Пущинский музей действительно уникален. Около 10 лет он располагался в Институте почвоведения и фотосинтеза, как эколога почвенный кабинет. По инициативе пущинцев в 2002 году музей стал городским и переехал в отдельное помещение, где и расположен сейчас. Его уникальность состоит в том, что весь экспонируемый материал, а он достаточно разнообразен по своему содержанию, был предоставлен жителями и гостями города. В нашем музее в данный момент в фондах числятся более 20 тысяч предметов. Сюда входит основной фонд научно-вспомогательный и фонд временный. Но, естественно, не все экспонаты представлены в музее в наших экспозициях. В экспозиции на данный момент представлено почти тысячи экспонатов, если брать все залы. В основном в зале разместились географические, палеонтологические, минералогические, археологические, биологические материалы, а также те, что связаны с историей города, Тишилово-городища и пущинской усадьбы. Здесь соседствуют друг с другом минералы, горные породы, почвенные монолиты, бивни мамонта, коллекции насекомых и многое другое. Одним из наиболее ценных наших экспонатов является вот такой позвонок морской коровы. Морская корова – это удивительное, добрейшее животное, не хищное, оно жило около 250 тысяч лет назад. И, к сожалению, за буквально 27 лет было истреблено человеком. Животное было уникальным тем, что ее жир не портился в летний период. То есть истреблено оно было в гастрономических целях. В музее бережно хранятся экспонаты различных эпох. Некоторые из них на вид совсем не примечательны, но узнав их историю, начинаешь понимать их ценность и уникальность. В нашем музее хранятся семена удивительного растения под названием смолевка. Удивительна оно тем, что пролежало в вечной мерзлоте около 30 тысяч лет. Было привезено нам заодно из экспедиций, найдено в устье река Колыма. И на базе одного из институтов нашей биофизики клетки, в Криобанке научники взяли у нас часть семян и сумели прорастить в наши дни вот эти семена, которые пролежали столько лет в вечной мерзлоте. В музее помимо основного есть еще залы памяти, этнографические, а также истории техники. Растительный мир учреждения тоже можно считать экспозицией. В залах расположено около 50 разных видов. К сожалению, очень жаль, что только нам сейчас приходится любоваться, потому что сейчас период цветения основной. У нас очень много цветов растет. Если вы посмотрите, там у нас растет удивительный лимон, привезенный из Ташкента много лет назад. Вот здесь у нас такого не встретите. Он в данный момент и цветет, и плодоносит одновременно. В музее экологии и краеведения регулярно проводятся не только экскурсии, но и тематические лекции, встречи, мастер-классы, квесты, конкурсы, праздники, посвященные природе. Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В мероприятиях принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. Много интересной информации сотрудники музея предоставляют в социальных сетях и на официальном сайте учреждения. В период самоизоляции данное направление стало основным. Появилось много новых рубрик, как результат увеличилось число подписчиков. Недавно мы внедрили рубрику «Музей у вас дома», чтобы получить обратную связь от наших онлайн-посетителей. Мы посчитали, что это будет интересным, если люди, ну наверняка сохранились какие-то вещи от бабушек, прабабушек с прошлого века, а может быть и еще раньше, чем хотелось бы поделиться. То есть просто в качестве фотографии или видеозаписи какой-то, да, и истории. Вот, и уже эта рубрика находит отклик. В настоящее время Пущинский музей, вошедший в пятерку лучших музеев природы и экологии России и стран СНГ, остается закрытым для посетителей. Сотрудники учреждения с нетерпением ждут того момента, когда люди смогут не только принять участие в онлайн-экскурсиях, но и прийти в выставочные залы. Анна Лихачева, Андрей Михайлин, Дмитрий Строконь, ТВС Пущино.